Привет, друзья! А сегодня я покажу вам весьма необычный усилитель звуковой частоты. И не спешите радоваться или огорчаться, если вы подумали, что сейчас все будет просто и банально. Ну а давайте вспомним, из чего обычно делаются усилители. Современные схемоделы, как правило, хватаются за транзисторы и вспоминают схему, допустим, схему усилителя Лина или Агеева. Давайте пока отодвинем в сторонку эти пыльные чертежи и вспомним, из чего обычно делаются усилители звуковой частоты. Так, чтобы динамики играли нам громкую или просто тихую и хорошую музыку, питаясь от аккумулятора или от какого-нибудь источника бесконечной энергии. Да, обычно люди хватаются за транзисторы, но те, кто покруче, наверное, или поретроспективнее, или любители ретро, хватаются за лампы. Те, кто освоил и транзисторы, и даже миллионные резисторы и емкие конденсаторы, наверняка могут позволить себе соорудить гибридный усилитель, в котором есть и транзистор, и лампа. Но те, кто позабавнее или попродвинутее, конечно же, схватятся за микросхему и сделают усилитель всего лишь на одной микросхеме, там с парочкой резисторов и парочкой конденсаторов, из которой можно сделать даже светодиодную мигалку, и это будет на микросхемах. Хитрее всего пристроились, пристроились, наверное, ардуинщики. Для того, чтобы ардуинщик сделал усилитель звуковой частоты, он приобретает вот такой вот готовый блок, присоединяет его к ардуино, к телефону и к колонкам. И эта штука играет. Да, это обыкновенный готовый усилитель, или точнее модуль усилителя, который надо еще умудриться спаять с батарейкой и с динамиками, а еще сигнал надо подать уметь. В общем, все это, ребятушки, хи-хи-ха-ха, и тем более по готовым схемам, или же по готовым схемам, которые напечатаны на бумаге, и собрать по готовой схеме, подобрать детали, разобраться в ней, правильно ее прочитать, понять, соединить и спаять горячим и чистым паяльником, наверное, сможет практически любой радиолюбитель. Я пока что не встречал ни одного радиолюбителя, который себя радиолюбителем называет, который не смог бы спаять, скажем, вот такой вот простейший усилитель на двух транзисторах, или даже на одном, но составном. Это транзистор Дарлингтона. Я думаю, и вы уверены в том, что по схеме справится каждый. А раз уж по схеме, тем более по напечатанной и разжеванной справится каждый, то какой нам интерес эту схему повторять в стотысячный раз? Это неинтересно. А скажите мне, ребятки, много ли вы знаете умельцев, которые, скажем, делали усилители на терротронах? Это лампа такая. Ну, правда, не вот этот терротрон, а есть такая лампочка терротрон. Не знаете? Не слышали? А много ли вы знаете людей, которые умудрились сделать усилитель звука из обыкновенного светодиода? Что, не знаете? Ну, так вот, сегодня усилитель будет весьма необычный. Ни на терротроне, ни на герконе, ни даже на моем любимом светодиодике. Нет-нет. Все будет гораздо смешнее и забавнее. Знаете, из чего сделаем усилитель? Из вентилятора. Оуу! Ну, сейчас, я думаю, нападут на меня злые хейтеры и скажут, в вентиляторе обязательно есть транзистор. А вот и нет, как говорит один персонаж Ютуба. Да, вполне возможно, где-то там в мире водятся вентиляторы, в которых внутри существуют транзисторы. И да, есть такие персонажи, которые говорят, что внутри этого вентилятора есть микросхема. А уж если есть микросхема, то в ней 100 миллионов транзисторов. Или 7 миллиардов, как мне там обещали. Короче, ребята, шутки шутками, а я реально буду делать усилитель из вентилятора. Слыхали о таком? А точнее, слышали? Слышали вы, как звучит усилитель звука из вентилятора? Если не слышали, то смотрите ролик дальше и обязательно услышите. Разбирать схемы супер простых, супер линейных, супер ламповых или супер микросхемных усилителей мы не будем. Мы уберем все это в стороны, оставив динамики и батарейку на месте. И, конечно же, в главной роли будет вентилятор. Но если бы я сейчас подсоединил, скажем, вентилятор к динамику и подал на вентилятор звуковой сигнал, то у меня бы получился откровенный фейк. Впрочем, за кадром можно было включить вот этот самый усилитель и сказать, это же играет музыка, это играет вентилятор. Между прочим, на моем канале есть ролик, в котором я из вентилятора делал попытку сделать динамик. Да, звук получился, но динамик был очень тихий. Если кому надо, найдете. То есть, из вентилятора я могу сделать одновременно и усилитель, и динамическую звуковую головку. Ну, не высшего класса, скажем, не Hi-Fi, но зато Hi-End. И Hi, и этот Yend будет Yend. Короче, что у нас тут с вентилятором? Да, это вот обычный вентилятор, разобрав который, мы можем получить некоторые запчасти. Ну, кроме самой крыльчатки, магнитика там и вот такого корпуса. Эти запчасти примерно выглядят вот таким вот образом. И если память мне не подводит, меня не подводит, мне не подводит. Короче, сейчас, если найду кусок ролика, я покажу, как я разбирал вентилятор до вот такого безобразного состояния. Здесь вот были вот эти четыре статора, хотя тут три обмотки, но четыре статора. Здесь вот была сама схема, в которой есть микросхема. И только не говорите, что эта микросхема есть датчик холла. Нифига подобного. Вот фигушки вам. Да, чехол из этой схемы я давно уже изъял. И всем показал. Да, действительно, оказалось, ребята, что вот среди ютуберов, наверное, вряд ли найдется хоть один, который в руках держал датчик холла. Отдельный чистый датчик холла, который представляет из себя пластинку полупроводника. И по бокам этой пластинки в четырех направлениях припаяны контакты, прям как у меня. Обычно такого датчика холла ни у кого нет, потому что, ну, вот эти вот дырчики сейчас комплектуются, ну, как правило, такой уже интегрированной микросхемой, у которой внутри, в самой микросхеме, есть и датчик холла, и тот самый усилитель. Да, ребята, датчик холла – это штука такая весьма-весьма слабая. И генерирует сигнал при воздействии магнитного поля. Она очень слабенький и маленький. То есть, как это происходит? Мы сюда подаем плюс, сюда подаем минус. И если магнитное поле воздействует, электрончики смещаются сюда. А если мы магнитик перевернули, и оно воздействует в другую сторону, электрончики смещаются сюда. Но при этом ток через этот полупроводник должен проходить. Если ток не проходит, электрончики никуда не смещаются. Что за силы их заставляют смещаться, это было описано в другом ролике. Это не так интересно. Короче говоря, эта микросхема без датчика холла. Именно от этой микросхемы, вот из этой вот дырочки, я и отпаял тот самый датчик холла, над которым я издевался совсем недавно. А дальше, ребята, мысль моя была проста, банальна и гениальна. Раз уж вот здесь вот располагался датчик холла, со всеми его четырьмя выводами, вот здесь вот были эти выводы. И два из этих вывода были направлены вот на эту микросхему, на два ее входа. А два вывода были просто подсоединены к плюсу и к минусу. Ну, через резисторы, тут где-то они оставались, а может я их отпаял. То я подумал, ага, оказывается в этой микросхеме есть тот самый усилитель дифференциала. Нет, нет, ребята, не дифференциальный усилитель, а усилитель дифференциала. Правильно говорить надо. Что есть дифференциал? Это разница потенциалов. Ну, мы же не говорим. А короче, короче, давайте еще раз объясню на чертеже. Короче, сигнал от этой полупроводниковой пластинки, даже при приложенном хорошем напряжении и хорошем токе, очень-очень маленький. То есть, вот здесь появляется разница потенциалов. Дифференциал потенциала. Дифференциал, дифференс, разница. И эту разницу потенциалов, где-то здесь будет плюс, где больше электронов, где-то минус, где меньше электронов, ее надо усилить. И вот эти вот два проводочка идут как раз в эту микросхемку, и этот усилитель дифференциала, этот дифференциал, то есть разницу, усиливает. Усиливает настолько, что подает ток вот на эти обмотки, в зависимости от того, какой полярности магнитик пришел вот в эту точку, в которой и был расположен тот самый датчик холла. Куда же я там выкинул его? Мне бы его еще не потерять. Да, вот он вот такой вот маленький, плюгавенький, вот здесь вот находился, припаянный. Ну так вот, а раз у меня есть усилитель дифференциала, то почему бы мне вместо датчика холла, вместо маленького этого дифференциального усилителя, а нет, точнее дифференциальный усилитель маленький, ну в общем, вместо маленького дифференциала не подать сюда сигнал звуковой и послушать, что будет. Но только вместо вот этих вот обмоток, я подключу обмотки динамика. Ведь они даже по сути похожи. И то и другое электромагнит. Только к этому электромагниту ничего больше не подсоединено. А к этому электромагниту подсоединена вот такая мембрана. И все это находится в постоянном магнитном поле. Ну уж замечательная идея. Но вот почему я вдруг решил делать усилитель из вентилятора. Ведь казалось бы, зачем он нужен? Купи себе готовый усилитель, как это делают ардуинщики. И не морочь никому голову, даже себе. Но, вот сколько людей может собрать усилитель по вот этой схеме? Помните? Много. Миллионы. И может быть даже миллиарды. Возьмут и соберут по этой схеме усилитель. А сколько людей соберет усилитель из вентилятора? Мало. А значит, раз мы хотим много денег и много славы. То будем прославлять себя тем, что делаем из того, из чего невозможно, то, что возможно. Ну, примерно так. Ну что, братцы. Подаем питание. Щелкнул. И послушаем, что получится. Есть. Увеличим. Максимальная громкость. Звучание, я хочу заметить, чистое. Ну-ка. Можно было бы, конечно, добавить стакан. Ну и без стакана понятно, что вентилятор может усиливать звук. И усиливает довольно чисто. Ну-ка. Ну-ка. Даже почти басы слышно. В общем, что бы там ни говорили, но усилитель получился. Вполне звучный. Ну, может, не благозвучный, но звучный. И еще раз, и еще раз повторяю, что сделан этот усилитель. Из вентилятора. Для моих самых любопытных зрителей сразу скажу, что да, я проводил опыт и с вот этой вот маленькой деталью. Это датчик хола. Пуская ток взад и вперед и подавая сюда сигнал. Тут действительно тоже происходит некое управление сигналом. Но оно как бы не имеет коэффициента усиления большого, хотя ток изменяется. То есть, если мы вот сюда вот между двумя проводниками подключим батарейку и динамик последовательно, а сюда и сюда будем подавать сигнал, то мы услышим звук. Правда, усиление не произойдет. Коэффициент усиления будет меньше единицы. Но все-таки датчик хола, он не предназначен для усиления. В то время как операционный усилитель дифференциала как раз предназначен для усиления даже маленьких сигналов, чтобы не воспроизводить звук, конечно, а просто подавать эти сигналы на обмотку. Но можно вместо обмотки было подсоединить динамик, что я и сделал. Удивило лишь одно, что очень слабое усиление и очень хороший качественный звук. И напоследок еще одно пожелание тем, кто пишет в комментариях. Вот если бы ты изобрел там транзистор и сделал на своем транзисторе усилитель, ты бы получил Нобелевскую премию. Ребята, вы плохо смотрите мой канал. Я сделал транзистор, я показал его, даже усилитель на нем сделал. И что-то вот Нобелевская премия и даже Нобелевской не пахнет. Обещали, выполняйте. Так что посмотрите ролик про самодельный транзистор. И выдавайте мне, я уже мешок приготовил, кучу бабла. Сколько там, я не знаю, миллионов положено за то, чтобы Нобелевку получить. Хотя, не, не надо мне, ребята, Нобелевку. Я не хочу стоять в одном ряду с теми, кто... Не буду говорить кто. Юным дарованием пенсионного возраста хочу сказать еще одну интересную вещь. Помните, я делал усилитель из лампочки экономки? И думал, что из светодиодных ламп усилители звука невозможно сделать. Так вот, из этой лампочки можно прекрасно сделать прекрасный, мощный и громкий усилитель звука, весьма качественный, при этом не добавляя в нее лишних деталей. Да, ребята? Разбирая эти лампочки, вы, наверное, видели, какие блоки питания в них стоят. И что из этих блоков питания вполне можно сделать хороший звуковой усилитель. При этом не используя микросхему линейного стабилизатора тока. Там есть другие запчасти, которые годятся для того, чтобы создавать настоящие усилители музыкальной или звуковой частоты. Ну а если кто-то скажет, что вот такой усилитель никому нафиг не нужен, я им скажу, что и усилители ламповые, и транзисторные тоже, честно говоря, никому нафиг не нужны. Но мне это интересно, я этим занимаюсь, я это делаю и вам показываю. А на этом все. Пока. С вами был Гима с Дальнего Востока, с города Владивостока. Продолжение следует...